Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Что нет? Нет. Был вполне такой очевидный. Вполне предсказуемый вариант. Хорошо. Денис, подключайтесь к нам. Ваша мотивация прихода в Гордуму? Еще раз добрый день. Моя мотивация в том, что я проживаю в этом городе. Я родился, вырос здесь. И на протяжении... На протяжении 10 лет мы видим, что с ним происходит. Вчера после приглашения на вашу программу, я попытался вспомнить, что последнего яркого произошло в городе за последние 10 лет. Наверное... Почему 10 лет берем? Потому что 10 лет правления одного главы города я не считаю последнего главы города, потому что я считаю, что как бы это техническая все-таки была фигура. Ну, временная. Временная, да. Валерия Владыкина, имеем в виду. Совершенно верно. Всполняющая обязанность. И мы видим, что за 10 лет, кроме каких-то скандалов, состройков парков, продажи парков, попыток состройки парков, то, что часть удалось сам людям отстоять. Ну, это, например, Карла Маркса профсоюзная удалось отстоять. Значит, как продавались за копейки парки, как, значит, велась точечная застройка в Кире, пример Казанской и самому про. Значит, как у нас прокуратура борется с городской администрацией в судах, что, тобой взгляд уже является ну, минимум как-то нелогично, потому что два государственных органа, мне казалось, что они должны преследовать какие-то одинаковые интересы и бороться друг с другом в судах. На мой взгляд, это был бардак. Бардак разворовывания города, значит, ну, то есть, если, в принципе, мы у нас у всех сейчас есть интернет, мы можем сойти и посмотреть, что происходило, даже последние скандалы по ТП, где печным топливом или топливом для танка заправляли автобусы. В 12-м году мы очень хорошо помним скандал, когда нам устроили на театральной площади показательное выступление, как новые якобы троллейбусы выгнали на театральную площадь, которые даже не смогли потом обратно уехать. То есть, вранье с базариванием бюджета и состояние города такое, что я просто не смог остаться в стороне и решил принять участие в выборе городской. И вы чувствуете в себе силы что-то изменить в лучшую силу. Да, я чувствую себя силой. Я считаю, что у города есть потенциал, потому что если говорить, что значит, у нас, как обычно, власть говорит, что у нас на что-то не хватает денег, на самом деле это полное вранье, на мой взгляд, потому что если взять такие города, соседние города, как Казань, мы там все бывали, и там на одного жителя города приходится денег, вот это открытые источники интернет, бюджет города Казани 19 миллиардов 600 миллионов человек, на одного человека рублей. В два раза больше практически, чем бюджет Кирова. Почти, но не в два. Сколько у нас, 10 миллиардов? 10,5. 10,5. Да, то есть на одного человека, на одного жителя Казани приходится 15900 рублей, на одного жителя, если взять, поделить бюджет на количество жителей. В городе Кирове у нас бюджет вот по тому году, я не знаю, могу ошибиться, 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Ну там субвенция 10,5. Ну 10,5. То есть на одного жителя города Кирова приходится 20200 рублей. Бюджетная обеспеченность выше, чем в Казани. Да, то есть у нас на одного жителя, у нас на одного Кировчанина денег приходится в бюджете больше, чем на одного жителя Казани. Ну мы же не можем сравнить город Киров с Казани. чисто внешне хотя бы внешне. по уборке, по состоянию, по размеру, по инфраструктуре, по порядку, по всему. То есть и после этого как бы говорить, что там у нас нет потенциала и что вот как бы что нет денег в бюджете, ну на мой взгляд это полное вранье. В общем вы убеждены, что город исходя вот из этих цифр, он может жить лучше. Конечно, он просто Каждый из нас может быть. Да, конечно, конечно. Мы можем жить лучше, мы можем ездить по нормальным дорогам, мы можем титоптать сугробы по колено, которые иногда у нас самообразуются, то есть даже центральные улицы иногда как бы заметают. То есть поэтому говорить, что в бюджете не хватает денег, ну это полная ерунда. Ишкар-Ала, пример, да, город в два раза меньше, бюджет 2 миллиарда, но они же живут. Бьешь к Орле всего лишь 2 миллиарда рублей. У них до этого было миллиард 200. Вопрос, куда деваются все эти деньги? Вы этот вопрос кому собираетесь задать в процессе своей депутатской деятельности? Я очень рад, что у нас сейчас как раз в октябре начнется, так что будет кому-то дать вопрос. Я очень рад, что у нас наконец-то спустя 10 лет новый глава города, что это женщина, что это достаточно грамотно, с большим послужным списком. Я считаю, что вот с приходом Ковалевой у нас будет некое новое развитие города, и я надеюсь, что мы должны в ближайшие годы все это ощутить и увидеть по наведению порядка. Что конкретно ощутить мы должны, на ваш взгляд? Что за новое направление имеется в виду? Ощутить порядок в городе. Мы должны ощутить эффективное использование денег. То есть даже элементарное, как бы эффективное использование денег. Она была педистром финансов, я думаю, что у нее есть опыт расходования этих денег. И поэтому мы возлагаем, наша фракция возлагает на нее большие надежды с изменением города. И я в принципе надеюсь, что это будет некий толчок к развитию города. И у нас наконец-то прекратится убыль населения в городе. Люди, особенно молодежь, перестанет отсюда уезжать в другие города за поиском лучшей жизни. И будут оставаться здесь. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, фракция ЛДПР. У нас настало время небольшого перерыва. Мы очень скоро вернемся. Буквально 40 секунд. Депутат Кировской гордумы, что вы созывы у нас в студии. Еще раз напомню, что накануне ставилось первое заседание полинарного городского парламента и приступил к работе. Впереди 5 лет. Надеемся, что очень насыщенных и очень позитивных, плодотворных в первую очередь на благо жителей нашего города. Еще раз напомню присутствующих депутатов Владимир Журавлев, Алексей Вотинцев, Денис Ерохин и Роман Заблых. Роман Юрьевич, вам хочется задать вопрос. Не секрет, что опасения у так называемых оппозиционных партий, исходя из того, что Единая Россия получила в городском парламенте большинство. Как-то вот на задворках окажутся их мнения оппозиционеров. Вообще, Единая Россия намерена прислушиваться, сотрудничать, обговаривать. Вы как руководитель фракции... Вчера Елена Васильевна Ковалева очень хорошо, на мой взгляд, сказала о том, что мы все депутаты, мы все являемся одной командой. Мы готовы выслушивать мнения других партий, принимать какие-то компромиссные решения, которые будут направлены на благо жителей. Поэтому я не считаю, что чьи-то мнения, тем более, что мнения Владимира Вениаминовича или Дениса Валерьевича, сложно просто не услышать, на мой взгляд, да и Алексея Владимировича тоже. Поэтому я думаю, что Дума будет конструктивной. Две трети новых депутатов, кто только-только пришли, у кого есть желание работать, я думаю, что все мнения будут учитываться и мы будем приходить к общему знаменателю. В каком формате эти возможны обсуждения? Доплина, заседания в рамках комиссии? они должны проходить, на мой взгляд, еще до комиссии в рамках, в течение, вот если, например, бюджет мы сейчас обсуждаем, то вот работа над бюджетом должна начаться уже сейчас. То есть не в момент, когда сами комиссии пройдут, не в момент самого заседания Думы, когда там первый раз люди и депутаты увидят цифры, а уже сейчас. Поэтому вот считаю, что на протяжении всех пяти лет меж сессиями должна работа проходить и вестись. Не важно, это там дни, когда Дума проходит, когда комиссии проходят, нет, любой момент. А напомните, пожалуйста, там основные спорные моменты при обсуждении бюджета, они обычно чего касаются, Владимир Владимирович? Там не все ведь так гладко. Нет, на самом деле, вот я согласен с Романом Юрьевичем, я в той администрации, там Быков Владимир Владимирович, потом Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, говорил как зам, а потом как главе города. Давайте будем более остро подходить в обсуждении вопросов на рабочих комиссиях, тогда мы на Думу, надо будет мягче проходить, понимаете, да? Ну, когда вопрос там торпедируется, там были моменты, что пытались вопросы снимать совершенно незаконно, Валерий Николаевич об этом знает, я ему говорил, и мало того, у меня там было пару раз такую возможность прокуратуру подать и его бы как главу города, который препятствует исполнению обязанностей депутата. Вот это очень тонкий момент, хотя он человек неплохой сам по себе, но вот его незнание и никто не подсказывал, я бы его мог в такую ситуацию поставить. Так это незнание или двоякое толкование? Нет, незнание плюс желание задавить инакомыслия, не давать Журлёву выступать и так далее, хотя мои вопросы совершенно конструктивные. Владимир Великимирович, вопрос немножко по-другому был поставлен. Вот обычно при обсуждении бюджета возникают какие-то спорные темы, да, они горячие темы, они спорные темы. Там есть две площадки. Что обычно это бывает? Первая площадка это общественное слушание. Во-первых, процедура законодательная, она предусматривает того, что общественное слушание не проходит в актовом зале, туда могут прийти любой житель города и обсудить любой журналист, высказать свое мнение по каким-то вопросам, задать вопросы. И вторая процедура это уже работа сначала в комиссии. Мало того, еще знаете, как бывает у нас, мы дополнительно сделали так, ну, понимая, что не все, во-первых, на общественных слушаниях компетентные люди приходят, задают такие вопросы совершенно, ну, может быть, в понимании своем и это нормально. Мы потом проводим еще специальные слушания среди депутатов, общее. И потом уже выносим на рабочую группу, вот так, по крайней мере, последний бюджет принимался, более-менее, когда уже Валерий Николаевич был. И вот мы такую процедуру применили и, в принципе, он, наверное, прошел более-менее безболезненно, хотя там есть очень много вопросов. Но, к сожалению, Единая Россия большинство депутатов, ну, они не вдумывались. К сожалению, потому что это вредит городу. Роман Юрьевич, вредит городу, они говорят... Я не то, чтобы оппонировать, я бы хотел сказать, что Елена Васильевна предложила создать экспертно-консультационный совет, где можно будет обсуждать бюджет... Из депутатов? Нет, это могут быть любые привлеченные эксперты, конечно. Специалисты в финансах, не финансисты очень сложно бить. Причем, это вот сейчас нужно создать, то есть на самом первом этапе, Конечно, на самом первом этапе и как раз тот бюджет, который будет, мы его уже с привлечением экспертов и будем обсуждать. поэтому говорить о том, что было и что будет, тут немножко... А что предположительно туда войдет? Я не могу сказать. Это предложение, предложение обсуждаемое. Думаю, что наши коллеги предложат тут... Я по большому счету думаю, в нашем городе там не так уж много людей, которые могут вот именно вот как в качестве экспертов выступать... Но они есть, слава богу. Есть, конечно. Они немного, но есть. Вот тут смотрите, какая ситуация, как мы смотрим на опыт не только там города Казани, а вот на зарубежный опыт. У каждого, у мэра Лондона и у мэра Нью-Йорка есть советы экспертные. По всем областям. По заграницам. Нет, это логично. Я, кстати, Владимиру Васильевичу Быкову несколько раз предлагал создать экспертный опыт. Пока здесь никакой политики не будет. Ну, понятно. А экспертный совет разве это политика? Да. Вообще, любой общественный процесс его и называется политическим. Вот смотрите, я предлагал, например, принимается решение по какой-то точечной застройке. Зачем Владимиру Васильевичу Быкову на себя брать ответственность? Мы берем экспертов, притом по возможности независимых, там их 11 человек. И они говорят, вот здесь 17 этажей, потому-то здесь историческая часть, там археологи, вы это все. Они смотрят, историки, ученые, и они выносят заключение. И когда у людей появляется вопрос, Владимир Васильевич говорит, извините, все к экспертам, и вся пресса идет к этим экспертам. Там есть председатель, два зама, секретарь, и они обосновывают. И тогда решение-то, оно совершенно другое. И глава города, как бы себя, я подписал, но я как исполнитель, но решение-то принято вот на таком уровне. Почему вот так? Почему белые, а не черные? Почему красные, а не зеленые, например? Роман Юрьевич. Не, ну, наверное, глава города не должен снимать с себя ответственность. А я просто разовью тему относительно того, что город все равно идет дальше. Урбанизация, процесс которой тоже не остановить. Поэтому, наверное, необходимо иметь долгосрочную стратегию развития города. Вот сегодня на сайте не нашел. Она должна быть лет примерно на 20. Администрация города. Лет на 20, на 50. То есть необходимо сначала проанализировать ситуацию, которая есть, культурную, социальную, урбанизации и так далее, чтобы мы понимали все, куда город будет развиваться. Где будут зоны рекреации, где будут зоны застройки, социальной сферы и так далее. Вот не увидел, наверное, должно быть. Должно быть, конечно, тем более. А вот тема Большого Кирова, то есть все равно как бы предполагается, что и Слободской, это направление как-то двигаться. Конечно, конечно. Это разумно? Конечно. Абсолютно разумно. И если братья... Все фракции, я думаю, единые. Понимание того, что нужно... в другие стороны развиваться уже практически некуда и нам нужно об этом задумываться. Тут еще связано с инфраструктурой, она в центре, она уже частично есть, если, например, в сторону куда-то туда, например, Дороничей, то есть нам нужно создавать дополнительную инфраструктуру, а здесь уже все внутри. Это ведь с этим связано. Мосты... И к тому же не надо забывать, что 17 января подписал Путин основу региональной политики, новой, где вот именно акцент сделан на агломерации, на крупные точки развития, да, и поддержка государственная будет оказываться именно в этом направлении. Конечно. Не на бесперспективные точки, а вот именно на такие, на крупные растущие. Алексей Владимирович, Мы, да, закон коммунистов вносили в Госдуме, он сейчас принят о стратегическом планировании. То же самое мы планируем, чтобы вынести на, вот правильно, как говорил Роман, о том, что необходимо нам на несколько лет вперед уже прогнозировать, как будет развиваться город, потому что проблемы, ну, сами понимаете, вот та же самая мусорная проблема. Слободской, они просто там горят именно с этой проблемой. Притом, даже сепаратизм определенный, давайте не будем куменский водовод делать, эти деньги перехиним на организацию другой свалки в другом месте, понимаете. Эти все проблемы, они гордо касаются, потому что, прежде всего, мы областной центр и вся область зависит от нас, понимаете. И сейчас уже такие вопросы ходят, что вообще жизнь региона, как она будет продолжаться, может быть, через несколько лет вообще поставят вопрос о ликвидации регионов, как единицы, понимаете. Эти все проблемы начинают, вот как весь, всех людей. разозревать. Да. Притом, есть проблемы, которые уже не решать нужно сейчас, это детские сады. Ну, понимаете, когда человеку везти через весь город ребенка каждый день, это просто, ну, как сказать, преступно. Тем более, там и безопасность, и все такое. дороги, дороги тоже самое, мусор, дворы, когда, понимаете, в городе, вот как раньше говорили вятка всегда, без сапогов не пройдешь, во двор некоторые, без сапогов просто невозможно пройти, реально, но это город, как вечером не все увидишь. Да, притом мы, когда говорим Казань и обеспеченность вроде бы средствами, и как мы, или город, или мы, как бы большая деревня, это тоже вопрос очень серьезный. А экология, тоже Кирово-Чепецкий, любая опасность, и все, и уже сейчас раковым заболеванием наша область, она одна из лидирующих мест в Российской Федерации, а это именно и культура экологическая, вот мало ли кто знает, что, например, нельзя пластиковой посудой пользоваться, то есть посудой, которая вот бутылки, потому что, да, 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 потому что там сутки, если постоит, в полтора раза увеличивается количество канцерогенов, просто вода, просто любое, понимаете, вот это качество, опять же, и образование, экологическая культура в городе мы занимаемся. Вроде бы начали проблему раздельного сбора мусора, но это просто уже фикция, потому что я увидел, например, утром работают как бы люди определенные, как сказать, не профессии, а как социальные жизни, которые из этих контейнеров, которые городские, они всю эту собирают и сдают потом, понимаете, то есть это контейнеры стоят, вроде бы город должен на этом зарабатывать, а где, почему у нас не наведен порядок элементарный, понимаете, и много таких вопросов по зеленению города, вроде бы деньги огромные тратятся, а где, как, чего, потому что город, с одной стороны, в этом году он был цветущий, красивый, но много вот таких недочетов, когда мусор, когда, ну, просто грязь, вы разделяете претензии коллегии от франции КПР, и на ваш взгляд, вот основные проблемные дочки, в этом смысле, вот Денис Валерьевич, он тоже, когда в поисковике искал, он какой-то негатив вот весь вылил на странице, а может быть, нужно было искать позитив, это очень сложно было, не, ну, я понимаю, что позитив всегда сложнее, вы скажите, вы скажите, что сложнее искать, Владимир Валерьевич, ну, вообще, вы же знаете, что думать позитивно, оно гораздо сложнее, чем думать негативно, всегда негативная мысль, согласен, с этим согласен, просто те цифры, которые, те же 24 детских сада, построены. Сколько? 24 по региону. Так, 24. По региону или по городу? Я же говорю, по региону, я не сказал по городу. Стоп, за какой период? За 5 лет. Нет, хотите скажу, эта цифра даже из десятка не выходит. В городе, в городе, мы сейчас, я говорю про область, надо бы посмотреть, вот если бы конкретный источник был. Я хочу сказать, давайте мы эту тему остановим по количеству, потому что это точно не так. Мы сейчас говорим о городе. О городе. Давайте перепрыгнемся. Не путать жителей вот этими. Можно я вмешаюсь, так как это мой конек, я в нем хорошо знаю, чтобы и Роман Юрьевич не подставить. Только полминуты буквально. Полминуты, вот смотрите. Владыкин сказал вот на отчете на последнем, что слова Путина привел, нам не нужно не направление работы, а результат. Результат такой, Роман Юрьевич, что сегодня в городе тупо не хватает 8 детских садов, 1546 мест для исполнения закона об образовании. Роман Юрьевич, вы просто взяли очередь, полторы тысячи поделили на 200 человек, это стандартный детский сад, и получили цифру в очередь. Скажите, вы готовы принять, как представитель Единой России, ответственность, что это провал-то ваш? Не хватает 8 детских подпись. Почему право? Была федеральная целевая программа, которая была направлена на строительство детских садов. Сейчас... Или реконструкцию? Не-не, на строительство детских садов, в том числе и на реконструкцию. Когда федеральная целевая программа закончилась, все дело передали на регионы. Но если наш бюджет в данном случае является в регионе дефицитным, то ну какие деньги? Хотите скажу, а вы тогда... Я можно скажу, если бы я был главой города, у нас бы эти 8 детских садов были бы, и я бы нашел деньги. Парк Победы не надо продавать, то, что стоит 400 миллионов. Понимаете? Не надо загонять остальную собственность, недвижимость по дешевым ценам. Как у нас земля распродавалась за копейки, например. Я остановил вот недавно в своем округе продажу, ну просто подделка там. Я знаю, откуда ноги растут. Двух участков земли, просто документы его делают и так далее. Вот сейчас там будут уголовные дела по мошенничеству. Ну, понимаете? Так, ладно, давайте детские сады все-таки. А мало того, я просто хочу сказать, что есть следственные органы. Я вам даже, знаете, что скажу? Я предложил, что с Красулиным, старым замом главы по строительству, до этого детские сады, когда я пришел в 2012 году, строили по 330 миллионов. Потом снижение 270, 170, и мы последние детские сады построили по 145. И сегодня Александр Викторович говорит, да, детский сад, нормальный сад стоит 145. А куда деньги уходили? Они стандартные. Вот и весь вопрос. Готовы ли Динарси взять ответ? Слышишь? Сегодня не хватает 8 детских садов. Есть закон об образовании. Вы партия власти. Отвечайте. Где деньги людям наплевать, так? Вы шли, вы готовы были соблюдать. Владимир Венинович, конечно же, мне вопрос как к депутату, только что избранному, некорректен, я так полагаю. Как человек, который не работает в администрации, что же? Соглашусь с этим. Как представитель партии. Как представитель партии? Партия была у вас у власти 10 лет. Ну, партия у власти 15 лет. Ну, тем не менее, детские сады у нас строятся. Они строятся. У нас появятся деньги, когда в бюджете мы продолжим, я так думаю, строительство детских садов. Когда появятся деньги? Когда появятся деньги? Ой, если мы сейчас еще про школу заговорим, то это вообще. Да, когда появятся деньги? Школа в Зиново появилась. Хотите, скажу. 600 миллионов она стоит. А мы в 19-го года, нам нужно 9 школ, ребята, чтобы выполнить закон об образовании, который приняла ваша партия, поддержала президента. 9 школ. Я сказал же Игорю Владимировичу, едьте, Игорь Владимирович, в Москву, падайте на колени. Он говорит, не надо падать на колени. Отлично, берите деньги. Нам нужно 9 школ до 20-го года, чтобы выполнить закон об образовании. Я бы хочу сказать, если оппозиция... Вот мы припрем, обратимся в правоохранительные органы о том, что не выполняется закон об образовании. Отвечает муниципалитет. Я хочу сказать, что можно к уголовной ответственности привлекать главу администрации. Не выполняю, он бездействует. У нас так-то всего построено за 5 лет. За последние всего 6 садиков. 4 новых. Один выкупили обратно, старый восстановили. И еще один, который мы сдавали в аренду, его вернули. Всего 6 детских садов. Хорошо, давайте все-таки о будущем попадаем. В будущем сколько нам ждать? 19 партия приводит. 19 детских садов. Что ждать? Именно в ближайшие годы сколько у нас появится новых детских садов? По детским садам я не скажу, поскольку я говорю, что федеральная целевая программа она закончилась. Средств в региональном бюджете на строительство, в том числе в городском, я так понимаю, просто нет. Если Владимир Венинович привлечет, сделает так, что или все мы вместе сделаем так, что бюджет будет наполняться, что доходная часть будет превалировать над расходной, тогда соответственно будем думать и о строительстве новых детских садов. То есть опять возвращаемся к бюджету. Вы заметили, мне понравилось, Роман Юрьевич сказал, если бы вы главой города не избрали, а то, что Елена Васильевна, то, что партия «Единая Россия» сделала. Это что не мешает давать свои предложения. Я думаю, что они разумные. Я в 2012 году два раза, в 2013-м, давал предложения по бюджету, которые, знаете, настолько очевидны, как вот дважды два-четыре. Но мы их не приняли, все сидят и ничего не делают. Мы бы имели в 2012 году 700 миллионов в прибавку в бюджете. И начиная там с 13-го, было 13-й 900, и потом миллиард 200, миллиард 300. Это как раз, пример, за пять лет, пять миллиардов, извините меня, это так-то 10 новых школ. 10 новых школ. В этом году будете предлагать, когда бюджет будет формироваться? Видите источники? Конечно, буду. Просто с той администрации, особенно Александра Викторовича, он со своей там сидит, он думал, что все знает. Меня просто никто не слушал. Команда «Динабо» не ушла в аут сегодня. Я предлагал, есть частный инвестор, который должен готов положить 12 миллионов рублей. Мы избрали новую думу, может быть, уже мы перестанем обращаться вот куда-то туда смотреть. Вот я предлагал, не получилось. Я вот это дело... знаете, вы должны отвечать. Если мы не будем опыт истории, а он у нас отрицательный, мы не сделаем анализы. Вы же ученые, вы это прекрасно понимаете. Мы бы с радостью, с чистого листва. Но, к сожалению... Так, еще раз предлагаю. Вот после рекламы, в оставшиеся там 10 минут, давайте все-таки поговорим о будущем. И хотелось бы, чтобы светлым, более успешным, нежели прошедшие годы, о которых мы сегодня так много говорим. Реклама. Реклама. Согласен. Время не так много у нас остается для беседы с депутатами Гордумы. Шестого, да, уже созыва. На студии, напоминаю, Владимир Журавлев, Алексей Вотинцев, Денис Ерохин и Роман Зяблых. Итак, позвольте, зацеплюсь сейчас за тему, прозвучавшую в перерыве. Дворы. Дворы. Одна из ключевых проблем в состоянии дворов кировских. Давайте каждый из вас выскажется с пути решения проблемы. Вот Владимир Виняйович уже начал, что это собственность жителей и жители должны тут вовлечены быть максимально. Но вот это реальность, к сожалению, так мы сами проголосовали и ушли из социализма в капитализм. И сегодня все приватизировали фактически квартиры на 100%. И вот город отвечает за дороги и за некоторые тротуары. А дворовые территории, внутренние, это, конечно, вот собственников жилья. К сожалению, такое загадание, у нас сегодня такая власть и вот такая ситуация. Мы несем на ответственность за нее. Не нравится, давайте ходить на выборы что-то менять. Сегодня она такая. И вот европейский опыт использования, знаю, что у меня знакомые живут, например, в Прибалтике, Литва, Латвия, Эстония. Как там? Там, например, были такие же условия, эти же девятьэтажки, панельные дома, эти же как бы стандартные, эти же кирпичные дома, очень похожи, эти же хрущевки и так далее. Там они присутствуют. И там Европейский банк развития, у нее есть социальная программа. Они вот собственникам жилья, такая же система, она называется немножко по-другому, там на языке подозвучит, но так-то как наши ТСЖ и ТОСы. И вот эти ТСЖ, товарищи собственников жилья, зарегистрированные, имеющие расчетный счет, они приходят в банк и под 0,1% годовых на 10 лет берут кредит, например, на ремонт фасада, на утепление, на замену коммуникации. Вы знаете, у нас ведь так-то все это идет. И государство пока немножко прыгает в этом направлении, но скоро, это ближайшее время, но это закончится, потому что дома стареют. У нас-то в нашем городе как этот процесс ускорить? Понятно, что есть программа формирования комфортной городской среды, и она будет продолжаться, как анонсировано, но вот хотелось бы, Володя, вот просто все остальное, это фикция, это имитация деятельности, правильно, это на федеральном уровне, и мы должны лоббировать, может быть, выходить все вместо, все четыре фракции, выходить с инициативой на Государственную Думу, принимать такой закон, по которому Центробанк, он же сейчас дает под 0,1%, финансирует кредиты, тут такая же самая ситуация, это социальный проект, поймите, он не будет влиять на инфляцию, но он конкретно, во-первых, жители включатся в социальную жизнь, то есть хотя бы позаботятся, сегодня апатия, пассивность существует, хотя бы свою дворовую территорию не приведут в соответствие, при том, возобновить программу муниципальную ремонта дворов. Вы знаете, мы же видим, нам на детские сады и школы не хватает, это просто, кто так говорит, это популисты, это утопия, это утопия, давайте будем в реальном смысле. Я думаю, проблема в другом совершенно, потому что у нас, вот когда и выборы проходили, все говорили на ведении элементарного порядка, понимаете, нет порядка, зачастую, зачастую происходит так, только жители соберутся, отремонтируют, бац, прорвали коммунальные сети, понимаете, выкопали три месяца грязь, смрад, понимаете, и проблема, она просто, вот как сказать, как снежный ком, и так постоянно, то есть вокруг, вот например, нашего дома, я живу, Карла Маркса 35, постоянно роют, роют, копают, и все постоянно рвет, вместо того, чтобы заменить как-то сети, инфраструктуру, постоянно, каждый год копают, это уже, как сказать-то, уже просто, мало того, что происходит, когда новые дома принимаются, это, кстати, вот на первом заседании, как раз думы подняли эти вопросы, когда принимается государственно-городская комиссия, новые дома, понимаете, они без инфраструктуры принимаются, при том, это, да, какие-то чиновники, какие-то подписывают, и получается так, вот, например, те же дольщики в Новое Сергеево, понимаете, дома вроде бы сданы, а у них еще ничего нет, фактически, там не все дома сданы, да, понятно, но все равно люди, которые, они вроде бы уже там должны заселяться, а некуда еще заселяться, или проблема, например, на водопроводной, когда просто какой-то строит дом, он решил вместо дороги сделать там лестницу, понимаете, жители все возмущены, потому что у них единственный путь, как бы сказать, передвижения, это вот дорога, предприниматель или кто-то новый хозяин строит свой коттедж, и он решил, что тут дорога не должна быть, а должна быть лестница каменная, понимаете, вроде моменты такие, а нет элементарного порядка, они спрашивают, свое ли это проблема этих вот наших, острых, одно из самых острых. Я считаю, что вот и Владимир Вениаминович, и Алексей Владимирович, придется немножко поддержать микрофон. Да, ничего страшного, я поддержу. Значит, они отсылают решение проблемы куда-то, либо на уровень федерации, либо вот сейчас мы, я считаю, что мы должны решать проблему вместе с жителями. Я ходил по округу, да, действительно, в центре города у нас есть такие дворовые территории, которые, ну, нужно вот их делать срочно. И здесь, хотим мы там или нет, но программа та же городская среда, 64-2 разделаны. Еще 4 года она как минимум будет действована. 300 миллионов, вот с учетом софинансирования, они должны прийти в наш регион. Вот, их нужно использовать. Нужно использовать, конечно, проект по поддержке местных инициатив, он как-то начинает так все вот на нет сходить, но нужно планировать деньги и в региональном бюджете, и в городском. Система грантовых конкурсов, когда житель, он вложился небольшой денежкой, и он уже сохраняет это. То, что сделано в его дворе, наверное, вот это соучастие, оно тоже должно быть, вот на всех этапах. Но, наверное, уровень софинансирования не должен быть неподъемным для жителя. Вот так считаю. А муниципальная программа, о которой я упомянул, ремонт дворов, ее сейчас невозможно в нынешних условиях забновить? Я так понимаю, что будет профицитный бюджет. Только в этом случае, да? Конечно. Конечно. Владимир, можно я вот по штабу, может быть, Роман Ильич просто не разобрался. Вы смотрите, в моем округе, в 15-м, за 5 лет, ППМИ, мы отремонтировали 36 дворов. Это рекорд. Я хочу сказать, что больше, чем в Октябрьском и Ленинском вместе. Это пример. Но это всего 36 дворов. Это, с одной стороны, вроде бы цифра, по сравнению с другими, хорошая, но они удовлетворяются. А дворов у меня порядка 1400. Это значит, умножьте на 5 лет, разделите. Владимир Вениаминович, ну тоже 36 дворов, здесь 64 по городской среде, это 100 дворов. Нужны тысячи дворов. 1200 было в городе, которые нуждаются в ремонте. Поэтому не тысячи там в одном Октябрьском, а 1200, более 1200, ну 1200 нуждаются на всей городской. Посчитайте, Роман Ильич, ну разделите, хорошо, 1200. Да какие 12? Разделите, это один округ у меня, а других-то ничего не делалось. Вы знаете, я считаю, что времени очень много. Еще хотел спросить вас, деньги в рамках депутатских наказов вы уже определились, на что вы делаете? Погодите, а не факт, что эти деньги будут? Давайте вернемся к теме. Что-то мне надо побороться. Да, вы знаете, я считаю, что перекладывать проблему дворов на жителей, ну, наверное, это минимум тепрально, потому что в большинстве дворов, например, вот как бы в моем округе, где я избирался, там нет даже твердого покрытия. Например, если это Коминтерн-Сидоровка-Субботиха, то есть если жителям Сидоровки, например, которые являются такие же граждане города Кирова, сказать, что им из бюджета положено 20 200 рублей каждый год, то, ну, наверное, для них это будет вообще как бы... Владимир, можно я включусь? Денис Валерьевич, ну, прошу прощения, вы передернули, я не говорил о том, чтобы перекладывать на... Не перекладывать, у нас на сегодняшний день и так мы уже стараемся все на них переложить. Мы ввели капремонт. У нас один из самых дорогих капремонтов в стране. Он не самый дорогой, безусловно, есть где-то и дороже, но один из самых дорогих. То есть мы передаем старые гнилые дома, собираем с них деньги, мы сейчас говорили про дворы, и уходим на капремонт. Да, и уходим на капремонт. Поэтому я считаю неправильно перекладывать ремонт дворов на жителей. То есть этим должен заниматься город. И если что-то передавать жителям, то уже в готовом, исправленном, хорошем состоянии. Это хороший план развития, чтобы не было... В данном случае они по законодательству являются собственниками своих территорий. То есть что вы хотите... на вас не могут просто на вас не нести ответственность. Вы знаете, мы тревожим два двора, а 100 скажут, а где мне, а у нас нет денег. Поэтому если решать вопрос... Нет, участвовать в программах еще как-то, но все равно сам город должен принимать участие в этих... Он организационный. Вот я считаю, самое реальное это выходить на федеральный уровень для того, чтобы под 0,1% давали жителям на обустройство территории деньги. Вот это реально. Это можно понять, это в один год можно решить. Конечно. Вот это реально, к сожалению так. Уважаемые депутаты, в конце нашей беседы у нас ни дома мы не можем до вечера заседать. Заручиться вашим пониманием, согласием, поддержкой, что мы острые проблемы в нашей студии продолжим обсуждать. В любом случае у нас 5 лет не последнее встречи, что бы дома. Вы знаете, это была сегодня самая удовлетворяющая беседа четырех фракций. Наша позиция, как СМИ, мы глубоко убеждены в том, что нужно информировать жителей о вашей работе и включаться и предлагать в решении церкви. Собственно, в этом наша роль, мы ее так видим. Спасибо большое. На этом дневной разворот сегодня завершается. Благодарим наших гостей, депутата Кировской гордумы, Роман Зяблок, Денис Ерохин, Владимир Журавлев и Алексей Вотинцев. Спасибо, всего доброго. И вам спасибо, Николай. Всего доброго. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова